3,5 тысячи объектов и более 500 нарушений. Таковы итоги мониторинга систем водоотведения и канализации в Сочи в прошлом году. Почти в половине случаев составлены протоколы и выписаны штрафы. 8 крупных предприятий привлечены к административной ответственности. 8 штрафов выписали. Вроде формально мы отреагировали. Но принципиально мы не решили саму задачу. Подвигнуть с точки зрения того, чтобы на этот объект вошел в инвестиционную программу, выделились деньги для того, чтобы объект этот усовершенствовать, модернизировать или вообще перестроить технологию цепочку. Это совсем другая формула воздействия. Основным методом борьбы с несанкционированными сбросами должны стать не штрафы. Хозяйствующие субъекты должны инвестировать в строительство новых сетей и модернизировать имеющиеся очистные сооружения, подчеркнул Гурба. Важной темой совещания стал и вопрос отведения дождевой воды. В Сочи сегодня всего 250 километров ливневок в муниципальной собственности. Еще 750 километров остаются бесхозными. Половину из них город готов принять на баланс. В Сочи это первый муниципалитет в крае, где реализован и утвержден тариф на водоотведение, который оплачивает, в частности, по имени Тиньки. То есть, прецедент есть. Аналогичная ситуация нужно делать и по всем остальным населенным пунктам, которые будут охвачены системой водоотведения именно ливнем. Коснулись на совещании проблемы вывоза мусора. Гурба отметил, что в Сочи остро назрел вопрос строительства мусоросортировочного и перерабатывающего заводов. Кстати, на территории бывшего мусорного завода на улице Транспортная через полгода планируют запустить новое оборудование по сортировке отходов и их компостированию. Новое оборудование позволит на 40% сократить объем мусора, а значит уменьшить нагрузку на дороге при его вывозе на полигон в Белореченск.